здравствуйте дорогие друзья мои уважаемые зрители рада всех приветствовать у себя на канале и остановилась потому что мне вот вот этот момент она больная видно что это девочка баклан потому что вот мужчины они такие серые серо-белые смотрите не совсем не бояться людей вот я вот сейчас книжникова не это только я вот они просто пьют водичку хотя воды хватает и там вот женщины как и буточках таки в бакланы они не красивые и утки мужчины более красивые и бакланы тоже но я смотрю что она еще и больная это старушка и наверное больная просто так остановила камеру чтобы понимали насколько они уже привыкли к людям и насколько они их не боятся просто живут вместе параллельно с нами вы знаете я искала девочки мальчики мужчины женщины на бакланов и на уток ну и вспомнила что я же не говорю самцы там там кобели сучки вот не говорю суки не говорю этого да вспомнила сразу же детство когда-то в школе написала сочинение когда сказали написать как там вам лето прошло или я не помню что там было какая тема но к чему приурочено но это было так что напишите что у вас там нового произошло за какое-то время да и я написала что наша пальма это наша собака овчарка серой мне ее купили когда я пошла первый класс что наша пальма родила там пять девочек там и три мальчика например да и потом учительница выставила это на весь класс смотрите как она написала и поймите где ошибка и все стают и начинают там ну дети это был наверно класс 3 и начинают улыбаться как она могла это же там кобели и суки я даже таких слов не слышала у нас все всегда были девочки и мальчики кобели и суки это для меня очень грубо звучит так что извините меня если это говорю и кто-то будет сейчас писать мне что-то и исправлять меня просто говорю как мне хочется говорить хорошо вот я остановилась просто возле казино венецианского 1638 год открытия она совсем незаметно и и такое не не красивая с этого но обыкновенные тяжело даже найти потому что ничего такого необыкновенного здесь нету со стороны канала она намного интереснее казино муничипали почему муничипали потому что это не приватное казино а все деньги которые идут от казино они все идут в казну венеции а идем мы с вами сегодня дорогие мои друзья дорогие мои слушатели мы идем сегодня в один из района венеции вы же знаете что венеция состоит из островов вот и один такой известный остров да очень известный этот остров вот я с вами назову имя вот тут написано даже но очень плохо видно вот покажу немножко так может кто-то догадается кто тут был ну я конечно же в названии вам написала вам уже все понятно да потому что буду писать название ну идем да это венецианское гетто самое старое в мире венецианское и еврейское гетто находится венеции именно венеции вот сегодня утром проснулась и думаю вот посмотрим на эту женщину венецианку которая проветривая свои вещи да вот смотрите как тут люди идут тут куча туристов вот жизнь себе кипит человек себе тоже живет тут тоже своя жизнь вот себе делает свои дела так на чем мы остановились не помню на чем остановилась то скажу вам так что сегодня утром проснулась как всегда 6 утра сегодня в 6 15 вот проснулась и думаю боже если сегодня будет классная погода потому что нас последние три дня хорошая погода наконец-то пришло лето просто солнышко могу сказать что лето пришло потому что вечер но все равно раздеться уже можно я то с собой еще взяла свитер вот неудобно конечно ходить так и на ногах должны быть кроссовки всегда вот но так взяла потому что думаю вроде бы раздеться а ветер немножечко подуло здесь каналы понимаете что сырость вот и думаю не поехать ли мне в канареджо канареджо это один из венецианских районов я давно здесь не было и я решила что хочу а потом когда уже начала там собираться по дому вижу а мне приходят венецианские новости подписано да что все же делается венеции в маэстро и вот все должно быть какие там театр какие там кто приезжает кто прилетает все новости венеция все новости венецианские мне приходят и тут я читаю что вот именно в эти дни проводятся где там еврейские дни понимаете там делают там свои они там организовать свои встречи конечно никакие встречи не пойду но просто вот так как-то интеллективно почувствовала что надо потому что этот район не очень актуальный не очень популярны среди туристов всегда так если хочешь спокойно погулять то это надо ехать на джидеку и лети в канареджо да ну а вот сегодня смотрите что творится сколько людей классно да сейчас пройдем вперед я вам скажу немножко историю так что вспомню то буду рассказывать я буду ничего не забыть а я думала где-то присяду и поговорим нам это интереснее идти и смотреть на людей чем смотреть в одну точку или на меня или просто на канал потому что так вы увидите венецианскую жизнь смотря на людей знаете как я уже сказал это самый старый район и когда-то евреи приезжали венецию и просто как бы себе ехали как бы в основном расселялись они на острове джидека джидека это знаете где где вам говорила что это рядышком с тем местом где можно подняться на башню вот даже вам это не так скажу это напротив через канал от сан-марко по площади сан-марко джидека находятся и они там останавливались в основном и так рассыпались немножко по всей венеции но потом как-то венецианское правительство 1400-х годах да решила что надо им просто дать отдельный остров и этот остров конредже я немножко прошла вперед потому что очень шумно и невозможно разговаривать круче их просто отделили на отдельный остров окружили этот остров еще сделали канал поглубже окружили этот остров только три моста окружили каналом который охранялся именно венецианцы понимаете евреи платили денег за то что их охраняет венецианцы смотрите где одежда сушится вот отчего они их охраняют а вот такой закон был чтобы евреи жили только здесь только на острове канареджо это еврейское гетто и они не имеют право выходить после полуночи город венецию их охраняют если кого-то поймают то это штраф имели право выходить только доктора у которых была такая вот повязочка или на голове там желтая какой-то знак такой желтый сейчас мы перейдем сюда перейдем вот поремонтировали уже этот мост я вижу да уже сделали боже бедные евреи они даже они даже не могли да новый мозг кстати вот сделали буквально вот наверное месяца два назад я была то еще его не было реставрировали он вообще с 1865 года этот мост он был под реставрацией года наверное тоже два или три ну вот мы находимся в принципе на самой центральной площади еврейского гетто отсюда все и начиналось строительство кстати самые высокие дома венеции были построены именно евреями знаете почему потому что нельзя было евреям как я уже сказала жить в другой местности только на этом острове они ждут рождались они росли они как бы свои семьи умирали все нормальная жизнь да вот так под углом я смотрю вот эти дома но и они должны были строить куда-то на место же нету и не должны были строить высоту ну а высота это же на болоте все таки это вся венеция да и строили 250 высота была их квартир вот но они тоже говорят низкого роста евреи кстати все итальянцы очень редко встречаю итальянцы высокого роста высокий рост это 86 и выше это для меня нормальный мужчина а что ниже то у меня они невысокие для меня потому что я метр семьдесят два понимаете да вот вот это еврейские самые высокие здания венеции запомните 6 7 этажей это евреи а еще скажу такую интересную вещь евреях что они были неграмотные в основном но вы же знаете что они умели заработать деньги у них было три банка кстати мы сейчас подойдем к одному и банк назывался там красный белый черный например да а как это все чтобы распознать какого банка там с каким банком то имеет дело то просто давались вот такие типа чеки бумажки да если черный красная бумажка так это красный банк вот написано подходим банка россу и венецианцы ой евреи имели право даже арки маленькие смотрите вот я сейчас зайду сюда какой у меня метр семьдесят метр восемьдесят верно здесь вот да и евреи могли имели право одалживать деньги венецианским вельможам но покупать свое жилье не имели право свое личное жилье одалживать деньги имели право выходить круче были они такие ограниченные во всем я хочу найти так одну штучку не нахожу надо идти где-то туда погулять наверное во внутрь сейчас пройдемся с вами кстати я себе задаю вопрос до сих пор люди живут да но если тут два пятьдесят высота потолка и такие уже стены под углом как не там живут или это привычка правда это дело привычки вот этот канал который вот окружает этот островок маленький вот я хотела скажу даже не хоронили здесь и хоронили на острове льида помните остров льида это там где кинофестивали проводится ну кстати бродского похоронили на центральном венецианском кладбище это кладбище венеции отдельный остров тоже бродский да похоронен там но это уже было до и после хочу вам поймать еврея в этих шапочках но что-то никого не вижу хочу сказать что жизнь еврею поменялась очень после прихода наполеона венецию когда да у власти был наполеон это такой вот напомните мне пожалуйста это 1780 какой-то там да в конце в принципе да 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 в конце 1700 году в конце конце прям последние годы когда наполеон пришел в венецию то он сказал разрешил евреям покупать дома квартиры где они хотят по всей венеции разрешил быть свободными жителями венеции конечно евреи его поддерживали всех его начинания всех его мечтах и планах потому что он им дал свободу это какой-то праздник уж вот я нашла одну дверь вот я забыла как называется но он запрет и кума сикяму парка диментикату но айпин сава форса абитакла вот и шли же ну проходили мимо я думаю что евреи потому что очень похожи вот это вот именно вот это вот я забыла как называется вот именно здесь когда евреи заходили в дом в котором должны были жить то не вот сюда написать писали что-то там внутри пожелания себе как они хотят жить как они видят свою жизнь да и все укладывали сюда и вот так вот наискосок она все прибывалась я забыла как она называется если меня кто-то смотрит узнает то пожалуйста напишите просто забыла да вот что вспоминаю что вы же вспоминают вам быстренько с вами делюсь а еще хочу сказать кстати еврейская кухня хочу сказать о баклажанах когда баклажаны были завезены завезены в венецию какими-то кумбсами я не помню откуда их привезли сюда венецианцы их не оценили вообще не оценили и они подкладывали вот возле мосту потому что канареджа был соедино соединен с основной венецию тремя мостами и они все что им не надо было что они хотели вот опять вот этот знак есть что они не хотели они типа подбрасывали 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 сами там новую евреям ну а евреи начали готовить баклажаны как мы уже их любим и сейчас среди венецианцев очень популярные баклажаны 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 это меланзана на итальянском а очень много блюд просто я так думаю что без баклажанов даже не представляю уже даже итальянскую кухню так я хочу поймать какого-то еврея и спросить а они даже здесь продаются боже ну как это называется вот эти штучки по сути ядер эхаль коза а битакова волю сапер и коми секи яму си мэ 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 дзюза грация ну вот поймала мэ дзюза мэ дзюза называется да где они есть и золотые разные мэ дзюза и вот там даже видно буквы видите вот они на своем еврейском писали свои пожелания посвечник я когда-то купила себе такой а я а мне все говорят что еврейка а у меня просто был красивый такой типа в серебре такой красивый фигурный сразу что-то приурочивает понимаете сразу же говорят ты что ты такая ты такая это туда нет мне все что нравится и все мне не нету я такого что вот ну нету каких-то принципов но отправиться мне я беру ну какая разница какой кто национальности но вот хочу и все купила мне нравится это моя приватная жизнь правда моя личная жизнь ну марановская стекло тут тоже есть хотелось бы что-то такое еврейское найти а вот написано что с 1939 по 45 год да 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 39 амм от эмиля 8000 евреев были уничтожены 6 миллионов по всей европе и 8000 евреев только с италии а вот бар ресторан и браки кольца кашар ну вот их и кошерская еда и вот так людно много так людей в ресторане и я вам сейчас покажу где это место если кто-то захочет что вы понимали куда мы выходим и откуда потом заходить санта-лучия вот это вот возле моста санта-лучия по эту сторону площадь санта-лучия ой идем от джд вокзала санта-лучия потом это площадь санта-лучия и кеза и вот сразу же поворачиваем влево проходим мост поворачиваем влево это для тех которые не знают венецию которые только приехали чтобы ориентироваться недалеко от джд вокзала находится вот этот канареджи гетто еврейское гетто приятного аппетита всем друзья а мы идем дальше а еще знаете что интересно что сегодня когда я вот проснулась и только подумала что хочу поехать на канареджи да и когда включила телефон через часика полтора мне вот мало того что пришла информация что последние дни марта это именно еврейские дни в венеции вот мне еще такое видео выскочила но интервью с андреем макаревичем а я телевизор не смотрю последний лет 10 я даже не знала что он не грей но как-то не интересовалась вот что он еврей что он уже десять лет последний живет в израиле что вот какая там ситуация андрея макаревича но именно в россии как там к нему относится и не интересовалась я просто говорю о том что это интересно наш мозг работает я просто проснулась никому этого ничего не говорила только мысли были в голове включаю телефон а телефон уже знает что я хочу ну вообще вы дают мне такую информацию вот почему так происходит что это за такой аппарат наш мозг и мы вообще что за сущности кто мы да очень интересно получается да это я неудобно конечно вы смотрите и сумку ношу и свитер теплый ношу потому что не знаю вот что меня застанет потому что вечер и холодно и когда ветер подует а на солнышке вот как бы и жарко забыла вам сказать что я как раз вот нахожусь вместе с вами на мосту который называется три арки понта ли три арки три арки да вот видите вот есть такие вот маленькая арочка одна побольше чтобы в аппарате про и проплывала другая арочка и вот там вот третья арка понты три арки а вот написано наверное да ну чтобы жанна еще хорошо видела да а тут такие вот ниши я вижу есть между арками просто в одной руке сумка в другой ими не думали вам показывать вот ниши я думаю что наверное были какие-то скульптуры и просто нету в данное время или может быть были запланированные а их нету кстати вот низкая вода обратите внимание целую зиму и вот уже март месяц я вам показываю что венеция низкая вода и вот коренные венецианцы мне говорят о том что они уже не помнят это время когда реально столько времени так долго была низкая вода что вот даже в лагуне когда мы плывем венецию по понта ли борта этот мозг который соединяет на тихо свинции да то по правую сторону вот там где маргера не с той стороны где марка пола аэропорта по правую сторону там лагуна невысокая неглубокая то там прям вот ходят эти птицы все вот ходят просто по дну ходит этот но уже зеленые все подсвело поросло понимаете и вот уже многие просто переживают что будет потому что реально есть каналы без воды и реально люди не могут выплыть на своих барках вот меня знакомая я часто не говорю тоже элина элина бруночка муж бруно я так говорю элина бруночка наври тоже хотели с бруночкой выплыть немножко поплыть какой-то ресторанчик покушать но вот как разовид наш наша барка это катер припаркован там где очень мало воды и ну просто мелко невозможно выехать вот так фонда литре арки сами идем другую сторону лагуны обычно я вас веду там где граммканал там где видно джодека да я можно проплыть прямо на лида где видно принципе что там лида вот этот зеленый купол церкви да а сейчас мы идем по левую сторону если те же до вокзала то по левую сторону к лагуне мы приближаемся и это такое направление чтобы на мурана ехать на бурана отсюда на остров чиминтер чиминтер это кладбище но можно конечно объехать и по кругу чтобы попасть на лиды везде но в основном вот это такой самый укороченный путью так вот люди плывут отсюда те которые работают и живут на мурану бурану да а вот это вот казы популяры вот через канал казы популяры это люди которые малообеспеченные вот живут им там дают жилье и они платят не плавя очень мало там 25 50 евро в месяц вот и там вдали и вдали марка пола напоминаю что марка пола это венецианский аэропорт основной венецианский аэропорт еще недалеко есть три визы это 20 25 километров от венеции там только эконом глаз прилетают вот а марка пола центральный аэропорт это здесь оттуда можно автобусом до 5 рома можно водным такси если вы заказали себе забронировали место в гостинице в венеции ну как хотите то что выбирает и соответственно и от цены тоже зависит потому что водное такси стоит больше всего конечно а на это будем заканчивать с вами всем говорю спасибо за просмотр спасибо за внимание мы были еврейском это венеции к на реджо самые старые гетто в мире